Проблемы населения, трудности с которыми сталкиваются в районе и каковы первоочередные задачи, направленные на улучшение жизни. Анатолий Бибилов обсудил текущие вопросы с населением Завского района. Президент в начале встречи обозначил главные достижения. В первую очередь, это увеличение собственных доходов в бюджет республики. Деньги были направлены на повышение, размера социальных выплат, увеличение детских пособий, пенсий, выплат по уходу за инвалидами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Президент представил графическое изображение выполнения своих предвыборных обещаний. На таблице разными цветами были отмечены, что удалось реализовать за два года, какие проекты на стадии исполнения и что предстоит сделать. Если взять в процентном отношении, то из моих обещаний, которые я сделал в целом районе, в целом районе, в 2018 году я выполнил 17% своих обещаний и 32%, или почти 33%, 32,9% это, которые находились в работе. А 47% моих обещаний, это которые я еще не начал выполнять, это 2018 год. В 2019 году почти 43% обещаний выполнили, 23% обещаний выполняются и 33% почти обещаний, которые еще не выполнили и не начали выполнять. Мы все всегда хотели, чтобы наша работа была открытой. Вот я эту открытость, пожалуй, себе вам, скажем так, представляю. Особый акцент президент сделал на те обещания, к выполнению которых пока не приступили, как в самом поселке, так и в целом районе. Кроме того, Анатолий Бибилов обозначил пункты, которые в стадии реализации. Нам не удалось пока построить очистные сооружения, это из тех обещаний, которые я давал. Нам еще не удалось отремонтировать объясненную дорогу, это конкретно по дару. По Дябскому району, конечно, больше. Что нам удалось сделать? Удалось нам отремонтировать музыкальную школу, удалось нам отремонтировать детскую библиотеку. Что в процессе ремонта моста, на него выделено, на проведение вот этих работ выделено 110 миллионов рублей, мы этот мост будем ремонтировать, делать. Проблема плохих поселковых дорог. В этом году приступят к ремонту нескольких. В текущем году работы по вот этим дорогам начнутся. В 2018 году, я так понимаю, что благоустроены две улицы, и на текущий год запланирован ремонт еще первых улиц. В 2021 году у нас будет отремонтирована улица на нашей центральной левом береге. Улица Сталина, да. Улица Сталина, она заложена на 2021 году и в программе, где будет хорошая, широкая улица, полностью охородом на тротуаре. Улица Сталина. Анатолий Бибилов заверил, что в обязательном порядке будет построен спортивный зал для Дзавской средней школы. Могу смело вам сказать, что этот спорткомплекс в этом году будет построен. Деньги на него будут. В том числе, где будет оборудован тренажерный зал для жителей райцентра. Жители Дзавского района обеспокоены вопросом восстановления жилья, пострадавшего во время землетрясения. Как отметил президент, нет столько средств, чтобы одновременно построить всем дома. Но вместе с тем, в этом году началось и завершится строительство 18-квартирного дома в посёлке. Поэтому хочу сказать, что те обязательства, которые мы на себя взяли, и то, что мы пообещали, мы выполняем и будем выполнять. И выполняем. Выполняем обязательно. Что касается конкретных людей, вот сейчас подходил ко мне как раз человеку, у которого сгорел дом. Конечно, мы реагировать на это будем. Пока что смогли, выделили финансовые средства в размере 100 тысяч рублей. Но как бы там ни было, людям в этом году, не в этом году, а за это время, было выделено строительных материалов на 20, на 22 семьи. Только строительные материалы. Двум семьям заменили кровли. Двум семьям выделили жилые вагоны. И более 50 человек получили финансовую помощь на различные нужды. Я считаю, что это объективно показывает. Всё-таки власть не живёт своей жизнью, а народ не живёт своей жизнью. Я всегда говорил, что это власть от народа. Эта власть должна делать максимальное для этого самого народа. Потому что власть для народа является рабами, которые должны пахать на народ. Иначе быть не может. Анатолий Бибилов обратил внимание на восстановление жилья в республике, пострадавшего во время войны. Много домов сделано за счёт собственных доходов. И эта работа продолжится. Мы выделили из этих же денег, которые я вам говорил, мы выделили где-то около 36 миллионов рублей, для того, чтобы в этом году вопросов по квартирам, подчёркиваю, по квартирам, вообще не было в городе Цинбал. Помогите, мало вопросов. Меня зовут Квартира, я садил на парке, но мне не было ничего. Уже вопрос о шёстке. Именно о том, что я мочу о сисе. Что касается домов, которые разрушены во время войны, частных домов, то, соответственно, эти дома, я пообещал, что они будут сделаны. Но у нас не только эти дома проблемные. У нас есть дома простые, обыкновенные дома, которые пришли в негодность. То есть ветхие дома. И, конечно, мы серьёзное внимание окажем как раз и вот этим ветхим домам, ветхому жилью. И в основном это, конечно, будут сё. В этом году мы в совокупности дома ветхие и дома, значит, дома ветхие и дома разрушены во время войны, плюс вот эти квартиры, мы в этом году должны построить 130, отремонтировать и построить 130 домов. За три года, за три года мы построили и отремонтировали около 200 домов. Хочу вам сказать, что никогда в Южной Осетии за собственные средства республики столько домов построено не было ни в какие годы, ни в какие годы я имею в виду постсоветскую жизнь в нашей республике. Глава государства ознакомил население с пунктами инвестиционной программы, какие социально значимые объекты строятся. Это детские сады, строительство дорог, благоустройство, многоквартирные дома. Жителей также волновал вопрос газификации района. Анатолий Бибилов заверил, что газификация начнётся, как только будут решены все технические вопросы. Основу, которая создана, она позволяет нам быть уверены, что в этом году вся документация проектная и вся документация сметная будут готовы. И я надеюсь очень, что и экспертизы по сметной документации, по проектам, они тоже будут готовы. Но я всё-таки очень надеюсь, что в ближайшее время, по большому счёту, приедут уже люди, которые непосредственно будут заниматься этим, и более подробную информацию в ближайшее время получат. К президенту обратились жители многоквартирного пятиэтажного дома, который, по мнению жильцов, аварийный. Здесь на постоянной основе проживает 11 семей. По мнению президента, необходимо найти способ их расселения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отсутствие дворца культуры в посёлке – ещё один вопрос, с которым обратились жители. Президент заверил, что вопрос будет рассмотрен. Директор Дзавской средней школы Алан Санакоев обратился к президенту с проблемой отсутствия системы пожарной безопасности в здании. Школа обеспечена только первичными средствами тушения. С этой проблемой сталкивается не только Дзавская средняя школа. Такая же ситуация практически во всех школах республики. Анатолий Бибилов рассказал о предпринимаемых мерах для соблюдения норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Мы с Министерством образования договорились, что сделали программу на несколько лет, где определяем школы. И не все вместе начинаем делать вот эту пожарную сигнализацию. А, допустим, в год там 3-4 школы или 2 школы там программа есть. И потихонечку мы будем доводить до ума по пожарной безопасности. На самом деле это очень важный фактор, где массовое скопление людей, тем более детей, там пожарная безопасность в любом случае должна быть обеспечена. Мы к этому придем. То есть из-за этого у вас никаких проблем не будет, потому что план в принципе есть, по которому руководство, видимо, правительство будет двигаться, в том числе и Министерство образования. Мы с Натальей Константиновой это обсуждали совместно с НИМФИНом, совместно с НИМЧАЙС и так далее. То есть этот вопрос решается. Повышение заработных плат. Каким категориям ожидать увеличения зарплат? Глава государства сообщил, что в этом направлении ведется работа с российскими коллегами. Вопрос обсуждался во время последней встречи с Владимиром Путиным. Этот вопрос решится. На сегодняшний день по тем договоренностям, которые у меня были с Владимиром Владимировичем Путиным, когда мы этот вопрос обсуждали, он дал распоряжение. На сегодняшний день письмо пришло из Минтруда Российской Федерации. Мы собрали весь пакет документов. Этот пакет документов около 300 листов только. С приложениями, с основаниями и так далее. Я думаю, что в ближайшее время как раз будет совместное совещание правительства Республики Южной Осетии и правительства Российской Федерации. Самое главное, что у высшего руководства Российской Федерации есть четкая позиция, четкая позиция по тому, чтобы наши госслужащие получали зарплату на уровне госслужащих Северной Осетии и Алании. Я думаю, что, я боюсь сглазить там или быть неточным, но после первого совместного совещания у нас будет понимание, когда же это будет. Но все-таки я очень надеюсь и в большей степени уверен, чем не уверен, что в этом году вот эти повышения будут. Жительница посёлка Джулиета Алборова обратилась к президенту с просьбой выделить ей жилой вагон. Президент дал поручение для закупки вагона. Много вопросов президенту было адресовано в письменном виде. Один из них – трудоустройство молодых людей. Президент ещё раз подтвердил намерение свести к минимуму количество совместителей – людей, которые занимают по два или более рабочих места. Это позволит трудоустроить молодёжь. Увеличение пенсий военным в отставке и учёт стажа миротворцам – все эти вопросы на контроле главы государства. По военным пенсионерам буквально сегодня у нас была делегация Министерства обороны. Мы проработали этот вопрос. Сейчас начинают работать рабочие группы Министерства обороны Республики Южной Осетии и Министерства обороны Российской Федерации. Они, конечно же, повышаться будут. Тем более 5200 рублей. Я уже сказал, что ни одна пенсия не должна быть, кроме социальной, подчёркиваю. Кроме социальной. Это очень важно. Ни одна рабочая пенсия не должна быть менее прожиточного минимума. Я об этом сказал, и это будет. Конечно, будут повышаться. То же самое мы говорили сегодня по вот этим вопросам тоже миротворцам. Это меня лично тоже касается. Я довольно-таки долгое время прослужил в миротворцах. Значит, этот вопрос фактически решён. Остался один шаг. То есть шаг какой? Миротворцы, которые не являются гражданами Российской Федерации. Сейчас вот этот механизм проработаем, а всё остальное фактически готово. Осталось чуть-чуть, буквально чуть-чуть подождать, и мы, Минагурдзе Амбадович, мы его добьём. Я хочу сказать вам огромное спасибо прежде всего за то, что вы всегда среди народа. За то, что вы доступны простому народу. И лично от тех людей, защитников отечества, которые не были услышаны. То есть их проблемы никто и не слышал. Но я думаю, что это может быть стоит о силе своей достиженности, о чем мы говорим. И огромное вам за это спасибо за то, что вы делаете, за ту справедливость. Начальник отдела образования поблагодарила президента за восстановление и ремонт школы-интернат и попросила оказать помощь в приобретении автотранспорта для отдела образования. Технику мы будем закупать, обязательно закупать. И, в принципе, деньги тоже уже заложили. Какую технику определяет правительство Республики Южной Сити, Ире Георгиевичу Пухаеву дано поручение, чтобы по районам, по ведомствам они определили, кому какая техника нужна. Я бы попросил, чтобы вы посмотрели у Игоря Вахтановича, что у них там по Чавовскому району есть заявка на вот это транспортное средство газей. Если нет, то занесите. В завершении встречи президент коснулся вопроса предстоящих парламентских выборов. Анатолий Бибилов выразил надежду, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Я всегда говорил и говорю, выбирать надо не из родственников, не из соседей, не из однофамильцев, а выбирать надо людей, которые своими шагами, своей работой показали, что они могут созидать. Выбирайте ту партию, которая работала, которая не появляется, которые не появляются от выборов к выборам. Каждый для себя будет решать, кого он выберет. Но самое главное, чтобы выиграли те политические силы и те одномандатники, которые своими шагами показали свою способность действовать, работать, созидать. Если мы их не выберем, нам будет тяжело, тяжело работать, тяжело двигаться вперед. Я всем нам желаю спокойствия на выборах и всем нам желаю процветания нашей любимой Южной Осетии. Президент республики также пообещал в этом году решить проблему отсутствия отопления и кондиционеров в киноконцертном зале, где проходила встреча. Во время диалога с населением президенту были заданы десятки вопросов. Для решения многих Анатолий Бибилов дал поручение на месте. Редактор субтитров А.Семкин